Добрый день, уважаемые слушатели канала Франгейтс. Все замечают, что ночью короче становится, не длиннее. Солнышко встает раньше, и это очень приятно. Мы чувствуем, что наступает весна медленно, но очень уверенно. И через несколько дней буквально наш последний зимний месяц отдаст пальму первенства, отдаст пистолетную палочку первому месяцу весны, марту. Конечно, нам важно знать, чем же март этого года, весокосного года, будет отличаться от другого времени. Что для нас этот март принесет, чем особенным он запомнится, и на что обратить внимание. Могу сказать, что, конечно, если посмотреть на март как на структуру, на отдельную временную, и обозначить реперные точки определенные, то, ну, как всегда, нас волнует новолуние, полнолуние, да. Это новолуние 10 марта, полнолуние 25 марта. В марте будет весеннее равноденствие. Важная точка, которая является очень мощной датой, и подготовка к этому времени всегда начинается дня за три. И продолжается эффект этого времени, ну, по нисходящему, тем не менее, еще три дня. И, конечно, это то самое время, когда очередной Новый год весенний, когда мы загадываем свои желания уже с учетом этого роста. Природа просыпается. Все наши проекты, которые мы планируем уже на земле, например, да, в средней полосе, все они вместе с посевом урожая начинают вот так вот проклевываться, да, засеваться в землю и будут в свое время подниматься, давать свои плоды. Поэтому тоже кто готовится, кто ждет, кто не пропускает такие важные точки в течение всего года, то тоже обращаем внимание, потому что дата плавающая в этом году – это 20 марта. Ну, что еще есть, да, лунное затмение на астрологии, об этом скажут 25 марта. И что касается медического праздника, здесь такая особая ночь будет, так называемая Маха Шаваратри с 8 на 9 марта, то есть это, по сути, первая, да, такая дата из заявленных. И чем она отличается от остальных, да? Считается, что это вообще день и ночь, да, вот эти вот сутки. Это такая великая ночь Шивы, Бога Шивы. Бог Шива – разрушитель Вселенной. И в это время, в эту ночь Шива словно спускается, энергия Шивы, она максимально близка к земле. И к Шиве можно обращаться со своими просьбами, со своими молитвами. И многие, кто в медической традиции, кто-то постится, кто-то бодрствует ночью, возносит свои молитвы. И вот есть много древних трактатов, один из них – Пураны. И гласит он о том, что поклонение Шиве в это время дарует человеку счастье, процветание. И это время благоприятно для духовной практики. В такие дни, особые дни, любые усилия, вот в этой любой практике, да, какую-то посильную можно для себя взять, эту аскезу. Или там, например, до обеда поголодать, или какие-то продукты исключить, как на Экадыше делается, да. И если мы такую аскезу для себя берем с намерением, чтобы, например, что-то достичь, то они приносят в сотни раз больше эффект, чем в обычные дни. То есть буквально это как бы такой прием Шивы, да. Вот мы приходим, когда какому-то руководителю нас записывают на прием. И вот здесь что-то подобное, если можно это все переложить на язык обычной социальной жизни. Поэтому тоже не пропустите. Но в целом, если посмотреть на общий месяц, как наши, значит, в чем, да, наши победы, достижения, в чем уроки нашей жизни, надо сказать, что месяц Март, он несет энергетику женскую, конечно. Причем все три вот энергии, такой треугольник формирования энергии Марта, с точки зрения Таро-нумерологии, это абсолютно женские энергии, но такие сильные, мощные, яркие, заявляющие о себе амбициозные, то есть амбициозные по-женски. Но внутри очень много силы, очень много, вот это как бы просыпается, да, вот матушка природа сама просыпается, и она готова к тому, чтобы этот урожай, который будет, да, через какое-то время, эта почва готова для того, чтобы ее засеяли, да, чтобы родить потом этот урожай. Поэтому прямо энергия будет максимально плодородная, плодотворная, это надо использовать, у кого какие-то проекты свои, да, намечаются, то, конечно, это прям то время, когда можно, но опять-таки его надо выбирать, потому что там есть затмение, да, то есть с 25 марта и там 2-3 дня до него. Ну, вот 20 марта как раз вот к нему можно будет все это и готовить. Хочу назвать несколько дат, которые на течение месяца, да, на которые нужно обратить внимание. Ну, вот ночь-то я сказала с 8 на 9, но сам день 8 марта, он достаточно сложен. Здесь, понимаете, вот как будто подготовка такая идет. То есть карма, там на самом день 8 марта, хотя считается международный женский день, да, но тем не менее максимально кармичный день, максимально. Здесь так сложно будет удержать вот этот баланс внутренний, баланс в социуме. Какие-то вызовы будут происходить с точки зрения руководства, может быть, да, внутри коллектива или какой-то общности, какой-то системы. Вызовы такие на проверку, а хватает ли на внутренние силы у тебя на то, чтобы быть готовым к изменениям или не хватает. Сам ты на этот вызов вообще спасуешь или все-таки возьмешь свою жизнь в свои руки. И кому-то просто, как причинно-следственная связь, придут реакции, определенные 8 марта. Ну, 5 марта, если посмотреть на начало, то здесь тоже довольно сложный день. Опять-таки, вот эта кармичность этого года, она проявится максимально здесь. И для кого-то какие-то могут произойти сломы внутренние, то есть разрушится парадигма своя внутренняя, да, разрушатся свои планы какие-то, просто потому что они уже, они построены на клипках в фундаменте. То есть придется пересмотреть на что-то другими глазами. Ну, 2 марта, здесь тоже тема здоровья, тема, может быть, кто-то профилактикой, да, надо заняться, потому что есть риск именно в этот день выйти и, ну, попасть как-то так в какую-то толпу чихающих людей, например, да, и какой-то вирус принести. Поэтому, ну, тоже надо быть аккуратно, да, и лучше всего, раз такое время наступает, тоже пропивать какие-то свои препараты и камешки надевать защитные, да, то есть как-то себя страховать. Ну, и, соответственно, после прогулки промывать нос, чтобы все это было в порядке. Дальше, я бы сказала, из сложных дней, это 11 марта, 13 марта, 13 марта арки сложный день. Вот на 13 марта никаких поездок, если это можно отложить, категорически делать нельзя. Это общая, да, тема. То есть понятно, что тот самый транзит, да, который у человека, так, даёт ему такую нагрузку высокую, да, от Сатурна, он по расчётам и по вообще статистике происходит у каждого четвёртого жителя семьи. И если человек, имеющий либо период Сатурна, да, сложный или подпериод, либо вот этот транзит, либо кармические периоды, онлайнологические, такие, что ещё и общая погода будет влиять на него вот такой день, то в такие дни лучше, конечно, тихонечко дома пересидеть. Вот взять книгу, взять какие-то, или если на работе, да, максимально спокойно, вот прям вот держать, контролировать свою жизнь настолько, насколько это вообще возможно. Дальше я бы на 16 марта посмотрела тоже здесь достаточно сложный день. 16 марта и 19 марта, 19 марта, сложноватый день, дальше 27 марта и 30 марта. Остальные дни, ну, средняя, так сказать, я бы сказала, погода, да, вот на 3 марта, такая средняя, не сказать, чтобы было очень сложно, да, напряжённо, но, тем не менее, 15 марта, 12 марта, так, 24 марта, 22 марта и 21 марта. Но остальные дни, они ровно спокойно должны идти, это вот общая, так сказать, тенденция. Я посмотрела тоже в интернет, на март запланированы какие-то интересные события в плане социальном, и меня удивило, что вот, например, Австралия поставили губернаторские выборы на 16 марта, крайне негативный день, и что касается социума, здесь энергии таковы, что, ну, что-то будет в этом большом доме, да, парламент, это буквально же дом, дом, ну, губернаторские выборы, да, так или иначе, это какая-то структура, и не так-то просто будет это всё вообще с этой даты стартовать на работу, да, на дальнейшую. И ещё мне показалась не такой уж удачной дата в Португалии, когда выбирать будут парламент, потому что здесь тоже такая история, что вроде бы необходимы изменения, а изменения идут с таким трудом, как бы с пробуцовкой такой, да, и они то начинают бурно расти, то они куда-то заглыхают, да, и останавливаются буквально на ровном месте, поэтому вот такая нестабильность, она тоже даст, скорее всего, знать о себе. Ну, вот мне понравилась дата в Словакии, это президентские выборы, которые назначены на два тура, 23 и 6 апреля, и вот 6 апреля дата даже лучше, чем 23, так что вот «Кто что выбрал» называется, да. Так, ну, сейчас я хочу сказать, что, конечно, при всём при том, что много будет, как я уже сказала, женской энергии, да, вот этот март, и много будет такой, кроме всего прочего, тематики силовых влияний, да, в мире, на всех, и лучше всего это всё направить вот внутри социума, лучше всего направить на какие-то спортивные достижения, на то, чтобы позаботиться о своём физическом теле, о своём здоровье, да, и так далее, то есть вот это вот мирное русло, что называется. Ну, и традиционное персональное описание сейчас назову по всем месяцам рождения, да, какие уроки, то есть уроки – это то, что нам предлагается выучить, то, что нам, ну, как задачку в школе, да, предлагают, вот надо решить то-то, то-то, и мы сидим и решаем, то есть никто не говорит, что она лёгкая, эта задачка, она ровно такая, какую мы потянем, поэтому давайте посмотрим. Для рождённых в январе – это март, это время активных действий, если у вас есть идеи, которые требуют реализации, мечты, которые давно ожидают воплощения, или планы, которыми вы уже давно с близкими поделились, то наступающий период, он станет для них проверкой на реальность. Поэтому в плюсе – фидерские позиции, хорошие перспективы для карьерного роста. Вот женщинам важно сохранять свою женственность. Ну, март – женский месяц, как я уже сказала, здесь сама атмосфера будет помогать, чтобы не уйти в эти женские, мужские, из женских мужской энергии, а вот мужчинам прямо очень важно взять всё в свои руки, стать хозяином жизни. Поэтому для людей, рождённых в январе, реализм, твёрдость своих намерений, достижений в учёбе, работе, бизнесе, выход на новый уровень – всё будет в плюс. Изучайте финансовую грамотность, инвестируйте, кто занимается этим, избегайте конфликтов с мужчинами, семьей и рода, а наоборот поддерживайте их. Ну, в минусе, что мы знаем, да, у любой недели две стороны, поэтому, зная эту энергию, зная её плюсовые стороны, минусовые стороны, мы должны балансировать, мы должны выводить всё в середину золотую, всё в ресурс. Так вот, в минусе, как я сказала, что уже вот это нездоровое соревновательное желание может проявляться, доказать силой что-то окружающим. Ссоры с мужчинами могут быть, да, причём есть такая тема, что руководители, если есть в январе, да, скажем так, мужчины, то здесь вот ссоры как раз-таки с уровня руководителей и выше себя, или вот на одной социальной лестнице с собой, вот такого рода может быть, да. Для кого-то это страх этих развитий, перемены, новые начинания, нежелание брать ответственность за свою жизнь. Ну и вообще в работе и финансах будут прекрасные возможности для достижения успеха, заключения договоров, контрактов, но нужно попрыгнуться. А в личных отношениях это период укрепления отношений, когда они становятся надёжными и прочными. Давайте посмотрим для рождённых в феврале, что же у нас предлагают в март. Плюси. Подходящий период для брака, создания семьи, рождения детей. Всё, что касается оплаты налогов, решения вопросов с законом. Быстрое развитие отношений, знакомства, брак, дети, порядок во всём, дела, работа, дом, семья. Хороший период для учёбы, получения новых знаний. Вы можете начать обучать, передавать свои знания или обучаться, да, карьерный рост. Ну а в минусе это проблема с законом, налогами, органами власти. Это семейные проблемы, конфликты непонимания в отношении с детьми, беспорядок во всём. Воспитывайте своих детей без нравоучения, без назидания. И не превозносите себя над людьми другими. Просите, примите своего папу, решите проблемы с ним, избавьтесь от обид. Изучайте законы Вселенной, наливите порядок в своей жизни. Ну, в личных отношениях здесь хорошие духовные составляющие отношений. И здесь может быть такой период, когда возникает доверие к вам, и оно растёт. И когда партнёрские отношения вообще изменяются к лучшему, становятся более возвышенными. Давайте посмотрим, что же даёт март для именинников, рождённых в марте. В плюсе отличный период для новых романтических отношений или укреплений имеющихся. Это новое знакомство, много общения с людьми. Правильный выбор, который позволит вам найти дело по душе, прийти к своему призванию. Подходящий период для заключения брака. Слушайте своё сердце, делайте выбор, исходя из того, что вам интересно, что вы любите. Чувствуйте свою душу. Много приятных событий могут быть. Вечеринки, мероприятия, праздники, активная общественная деятельность. Уделите внимание своей внешности. Гармонизируйте своё внутреннее состояние и внешнее. Такой очень красивый, яркий жизненный период. Живите с открытым сердцем. Не стремитесь всё делать идеально, потому что мир вообще не идеален. Но в то же время не смотрите на мир через розовые очки. Но в минусе это стремление к этому самому идеалу. Не принятие мира таким, какой он есть. Или низкая самооценка, недовольство своей внешностью, постоянное желание всё менять. Для кого-то это может быть безответная любовь или предательство. Обман, конфликты, проблемы в общении с людьми. Не держитесь за тех, кто уходит из вашей жизни. И этот период вам позволит очистить своё окружение, избавиться от врагов, недоброжелателей. Не очаровывайтесь людьми. Не идеализируйте их, чтобы потом не разочароваться. Работа финансовая – это, может быть, и выбор нового направления в работе, или смена её, переход к новым задачам, к какому-то новому начинанию. Также велика вероятность получения прибыли в результате союза с партнёром, или финансовой поддержки, или развития нового проекта. И, собственно, для возникновения новых отношений для вас всё есть. Звёзды подсказывают. Смотрите по сторонам, гуляйте почаще, бывайте в общественных местах. Для рождённых в апреле. Плюси. Период для достижения цели. Движение вперёд, развитие на любых проектах. Путешествуйте, изучайте мир, победы. Это всё ваше, получение желаемое. То есть ставьте себе цели большие, прям целеполагание. Двигайтесь к этим целям. Вообще передвижение – это всё ваше в апреле. И кто рождён. И в марте для вас будет много поездок, коммунировок. Если у вас нет водительских прав, то этот период хорош для того, чтобы пройти обучение в автошколе и получить эти права, если кто-то хочет. Выбирайте те цели, к которым вы стремитесь, к которым вы хотите. И тогда успех будет таким стремительным. И вот желание ставить новые цели, двигаться, развиваться – всё это будет заражать и других людей тем, что вы такую настойчивость проявляете, упорство. Поэтому выходите на новый уровень. И это период для командной работы хорош, для предпринимательства. Изучайте финансовую грамотность. А в минусе – это отсутствие движения. Нет чётких целей, нет планов. Лень, апатия, застой в жизни. Поспешность, самонавтельность, неверная оценка ситуации. И поэтому, если даже случилось поражение, да, наша жизнь, она как зебра, чёрно-белая, поражение принимайте достойно, без агрессии. То есть смотрите про то, как вообще самоконтролем, да, действовать. То есть вот отсутствие самоконтроля тоже не есть хорошо. А в личных отношениях это тоже старт, может быть, начало новых отношений. Если они у вас уже зарождаются, то медлить не стоит. Надо действовать самостоятельно. И вот в работе в финансах ставьте для себя более крупные задачи, да, и дверь к успеху открывается для вас. А вот для рождённых в мае в плюсе всё по справедливости должно быть, да, награду за ваши труды, успех в делах, официальное трудоустройство. Если кто-то меняет работу, важно это. Решение всех вопросов законом. Рассеянные ранние семена дадут свои плоды, баланс во всех сферах. У вас всё получается. Соблюдайте правила договорённости, будьте честными, контролируйте свои поступки на уровне мысли даже. А вот в милости нет баланса, нет гармонии, перекосы во всех сферах, обман, вы не держите обещания, поэтому в ответ получаете то же самое. И тогда не возмущайтесь, не ищите справедливость. Каждый получает по своим делам. Познавайте юридические законы, вселенские законы, изучайте законы кармы, понимайте, что всё, что посетили в период, даст плоды в будущем. Поступайте с людьми искренне, с добром, мыслите позитивно, тогда мир ответит взаимностью. В работе и финансах здесь вы можете рассчитывать на справедливое, честное в себе отношение. Если же будете пытаться добиться желаемого обманом, то, конечно, провал обеспечен. Но в личном здесь такой же принцип абсолютно справедливости, равновесия. И те, кто уже давно в отношениях, в это время хорошо заключать браки официальные, конечно же, да. Для рождённых в июне, в плюсе, желание побыть в одиночестве. Это нормально в этот период. Позвольте себе уединиться. Для того, чтобы упорядочить свои мысли. Для того, чтобы восполнить своё ресурсное состояние. Проводите больше времени на природе. Это успокоит ваши мысли. Жизненный опыт, обретение мудрости, довольствуйтесь малым. Терпение, сосредоточенность, самодостаточность, обучение, новые друзья, обретение наставника, учителя. Всё это будет очень хорошо. Вот это вот изучение нового, прогружение в глубину, обретение богатого внутреннего мира через медитацию. И нарушение вообще твоих границ отслеживать. И чужие личные границы тоже нельзя нарушать. Поэтому разберитесь в своих чувствах, в желаниях, в мыслях. Читайте много книг. В минусе замкнулись, то есть одиночество, злость на мир. Какая-то гордыня интеллектуальная может проявляться. Проявляться осуждение людей, где-то депрессия, упадок сил, ограждение от всего мира. Не уходите в себя. Оставьте сердце открытым, чтобы ваши близкие смогли вам помочь справиться с этим трудным, отчасти трудным периодом. Ну, всё, что касается работы и финансов, здесь время размышления, период выяснения, что же вы хотите в плане работы. Ну, и в личных отношениях, здесь переход более зрелым в форму любви, к добровольному отказу от эгоистических желаний. И через это укрепление уз брака, отношений, и всё будет хорошо. Для людей, рождённых в июле. В плюсе. Это период перемен, удача, успеха. Вы должны понимать, что вам всё... Знаете, вот с одной стороны, вроде бы, вы получаете этот карм положительный, да, но в то же время это не подконтрольно. Просто эти перемены идут, они во власти судьбы. Всё, что происходит, то есть это уже наврело, это уже происходит, вот колесо раскрутилось, карма, да, положительный карм в этом смысле. И многие ситуации, которые вы не сможете изменить, вы их расцениваете как счастливый случай. То есть многие перемены, они обернутся в вашу пользу. И в то же время это время для отдыха и такого бонуса за предыдущие периоды. Встреча с нужными людьми, новые возможности. Всё складывается так, как выгодно вам. Поэтому выбирайте своё окружение, оно будет играть значимую роль. Общайтесь с позитивными людьми, успешными. Поймайте поток удачи и доверьтесь ему. Тогда он приведёт вас к успеху. Замечайте возможности, шансы, которые предоставляет судьба. Будьте активными в этот период, не ленитесь, расслабьтесь и наслаждайтесь жизнью. Тогда, когда вас пригласили на вечеринку, да, или какой-то банкет, мероприятие. Ну и минусы – это проявление напряжённости, желание всё контролировать. Что-то вы задумали, но успеха это не приносит, валится всё из рук, ничего не получается у вас. Вы вроде бы утром загорелись, к обеду вы уже остыли, и вам уже ничего не хочется. Такая вот лень, мотивация нет, цель нет, смысла нет. Вы как бы выпали из потока. Вот энергия вообще-то поточная, да, для вас. То есть выпали из потока через что? Общение не с теми людьми, да, и тогда закрываются перед вами двери. Вы упускаете свои шансы, свои возможности. Появляется такая стагнация, ненесение, пассивность. Вы уже не знаете, что хотите, какой-то конкретики вообще нет. А через окружение оно всегда нам подсвечивает, да, и нам приходят возможности. Поэтому смотрите, в принципе, по работе, по финансам, это время такое, что успех, улучшение, процветание благодаря обстоятельствам могут вам показаться чистым везением. Существует вероятность неожиданного выигрыша. Кроме того, в этом периоде можно думать о новом проекте, которое вам судьбой предназначено. Поэтому смотрите по сторонам, не упускайте, и в личной жизни тоже может все наладится, да. Если вам отказали на какой-то волне настроения, это не значит, что вас не любят. Это значит, что надо подумать и подготовиться к этой встрече по-другому, да. И тогда все произойдет так, как надо. Ну, для людей, рожденных в августе, в плюсе. Активные занятия спортом дают жизненную энергию. Действуйте, будьте активными, тогда все получите, что хотите. Но в то же время избегайте трудоголизма, держите баланс между работой и отдыхом. Бесстрашие, сила духа, выносливость, упорость – все для вас. При одолении трудностей продуктивно используйте свои силы. Этот месяц вот прям так будет вас на это настраивать. В то же время много гулять на природе, бешие прокулки пойдут вам на пользу. А избыток энергии даст вам силы для достижения больших результатов. А в минусе, ну, там, где активность, антипот, это лень, да, и апатия. И вот все это могут сказаться, конечно же, на здоровье, негативно сказаться. И если вы не будете использовать энергию на достижении своих целей, то вот эта вот нерастраченная энергия, она может отложиться в лишний вес. То есть вот лишний вес, а там дальше конфликты, подавление окружающих, недовольство собой, недовольство всем окружением. Работа на износ где-то, да, и она может притянуть людей, которые будут пользоваться вами, чтобы истощить еще больше. Поэтому надо учиться расслабляться, контролировать свои желания, действовать постепенно, беречь себя. И что касается работы финансов, то здесь, конечно, период такого творческого подъема, горячего желания работать, радости, успеха. Вы готовы посвятить себя какой-то задаче, энергии у вас есть на то, чтобы разрушить устаревшие стереотипы, выйти на новый профессиональный уровень, достичь финансового благополучия благодаря собственному труду, развитию природных задатков. В личных отношениях, ну, здесь, конечно, огонек, да, горячий темперамент, страсти, все здесь будет. Поэтому тоже смотрите. Для рожденных в сентябре в плюсе. Желание служить людям, но не путайте служение с прислуживанием, это разные вещи. Служение – это и состояние изобилия и истинного желания, не ожидая ничего в ответ, а прислуживание из-за необходимости или давления из-за него. Чувство на полность любовью, добротой, эмпатичность. Будет вам присуща. Сеять и взращивайте доброту в своем сердце. Все взаимно, как вы, так и к вам, да. Желание заниматься благотворительностью может появиться, волонтерство. Смотрите на свою жизнь, на происходящее под другим углом зрения, под необычным углом, под которым, возможно, вы не смотрели раньше. И тогда вы сможете найти необычное решение своей задачи. Будьте внимательны своими желаниями и чувствами. Такой активный, творческий период. Он не активный в плане динамики, но в плане творчества, в плане инсайтов, идей, создания необычного, полета фантазии, будет все хорошо. А в минусе важно не стать жертвой ради кого-то. Не делать ничего вопреки своим чувствам желания. Научись говорить «нет», а вам это будет сложно. Это вот такой урок, да, понимаете, вас будут ставить такие условия. Там, где вы работаете и, например, не привыкли, ну, как бы по доброте души, да, а вам уже тяжело, потому что это отдача энергии. И здесь говорится, что надо брать оплату за свой труд. Потому что у людей могут возникнуть такие желания сесть вам на шею или переложить свои обязанности, нагрузить работой. Поэтому избавляйтесь от привязанности, а не поддавайтесь коммерческому состоянию. Покопайтесь внутри себя, да, что-то из прошлого тормозит ваше развитие, как будто в подвешенном состоянии. Учитесь принимать похвалу, подарки, комплименты, любите себя. Научитесь дарить себе любовь, сами наполняться от любимого хобби, от вещей, от привычек. И делать все только из любви. Не в угоду кому-то, а из любви. Ну и тогда в личных отношениях может быть такой интересный период, когда вы вдвоем, например, на каком-то проекте сконцентрировались и увлеклись этим проектом. Или вышли художники на природу и порисовали что-то красивое, какую-то картину. То есть важно перестроиться, подумать и смотреть в одном направлении. Ну, идем дальше. Для рожденных в октябре. В плюсе. Все, что произойдет гармонично, легко, какие-то изменения, да, то, значит, все к этому ушло. Так и должно быть. А вот, ну, то есть трансформационная такая энергия достаточно. И будет хотеться некого бунтарства, может быть, да, по-хорошему. А вот в минусе может быть хаос, разборки через проблемы, через агрессию. Но, как говорится, кто предупрежден, тот вооружен. Поэтому все перемены, которые будут происходить, старайтесь, чтобы они прошли максимально мягко и гладко. И важно избегать безответственности, нерешительности, не проявлять жестокость по отношению к другим. Если достойно пройти все испытания в этот период, то, конечно, вас в март выведет лучшее, в новое. Важно не цепляться за старое, потому что отказываясь от старого, мы так или иначе переходим в новое, да. То есть мы должны разорвать связи со старым, да. И попрощаться со старой работой, к которой, может быть, привыкли, но из формата, который вы давно выросли, внутренне освободиться от всего этого, да. Подготовиться к новому, что ожидает впереди. Но события торопить не надо, как это, интенсивно, а нужно просто слушать себя, да. И вот если это касается личных отношений, то тоже может быть такой конец, очередной этапы развития отношений, да. Возможно, расставание с прежним партнером, даже если оно болезненно, оно необходимо. Но тоже смотрим. Дальше для рождённых в ноябре в плюсе. Это период, когда нужно заняться, конечно, творчеством, любимым, которое вам по душе. Обрести мир внутри себя, полюбить себя, оставить гонку за успехом и призванием. И ангел-хранитель особенно близок, да, в это время обналадьте связь с своей душой, разговаривайте со своими близкими, живите с открытым сердцем. Это период помощи, высших сил, когда восстанавливается ваше душевное равновесие. Прислушайтесь к знакам, чтобы почувствовать свой настоящий путь, не позволяйте обществу управлять вами. В этот период без шума, без пыли происходит то, что казалось невозможным. Желаемое может быть достигнуто при терпении, при самоконтроле. Не самый быстрый месяц, но это такой месяц для получения удовольствия. И здесь же надо научиться ждать, да, быть спокойным, упрямым, как говорится. Отличное время поработать, ну, для кого это необходимо, то с психологом, для освобождения себя от душевных терзаний. И практики вот эти вот на прощение, на принятие, практики благодарности, все это делать в этот период для гармонизации внутреннего своего состояния, своих внутренних архетипов, ролей, этого внутреннего ребенка, внутреннего взрослого, внутреннего мужчины, внутренней женщины и так далее. Если почувствовали апатию, падок сил или депрессивное состояние, то нужно поделиться с кем-то, лучше со специалистом, да, как я уже сказала. И важно вести здоровый образ жизни, важно ходить в бассейн, контактировать с водой, делать практики с водой, научиться слушать свою душу, в свои желания, а вот в минусе это состояние, знаете, из крайней сих крайней. Это касается всего. И питание, и эмоциональность, и поведение, да, то густ, то пусто, то, например, там, женщины, да, тема весны, все-таки уже меняем гардероб, то мы сидим на диете и вообще ничего не кушаем, да, а потом прошло какое-то время, ну, какое-то получило, например, стресс, да, и тогда уже дано эту диету и вообще еще больше вес набрала, да, женщина. То есть это вот такие качели. Это затягивание каких-то процессов, это беспечная трата сил и времени, это то не спит человек подолгу, да, то спит потом с утра буквально. Поэтому верить можно в свои силы всегда, в свои возможности, да, вот, но здесь в минусе человек не слышит ангела-хранителя, не видит подсказок свыше, поэтому надо тоже смотреть. Ну, финансы, работа, здесь надо подходить спокойно, продуманно ко всему. Если какие-то стрессы, вралы, да, на работе, то надо выполнять все без напряжения. Но в личных отношениях это такое счастливое единение душ, дружба, доверие, взаимность, и самое главное, чтобы эта тонкость, теплота отношений с партнером, да, была, ходите в театры, ходите на выставки, ходите на какие-то просмотры, на фильмы, то есть занимайтесь искусством, да, вот тема вообще искусства, она здесь очень хороша. Ну и мы добрались до людей, рождённых в декабре, и в плюсе для вас хорош был и смартин, достойный заработок на творчестве, желание изменить внешность, может быть, появиться, да, добавить больше яркости, всё-таки вот весна, да, и всё просыпается, управление своими эмоциями, корректное высказывание, своё мнение, есть тоже важное, без сарказма, без чёрного юмора, не обижая собеседника, может быть, денежная прибыль, увеличение достатка, выход на более высокий, финансовый уровень, такая денежная энергия у вас, прямо такая активная энергия, очень много энергии, вы плёстывается буквально, да, вы как рентген почувствуете в себе такие качества, буквально считывание пространства, да, как будто заходите и видите ситуацию, видите мотивацию людей, и здесь надо быть щедрым, любящим, открытым, рекомендуется очищаться, также давать аскезы, соблюдать посты, отказываться от каких-то земных искушений, не нужно свои желания, ну, те, которые неправильные желания, да, культивировать, то есть надо всё-таки вот контролировать себя, важно вот эту энергию прощения, принятие, проработать в этот период, да, зацепки за земное, когда их много слишком, да, тоже нужно такую золотую середину найти, научиться победить непонимающим, учиться видеть мир людей через призму добра, обязательно духовно развиваться нужно, будут проявления, скорее всего, эгоизма, да, потому что такая энергия, ревность, зависть, всё это может проявляться в минусе, жадность, да, тёмные стороны такие, негативные качества, поэтому есть над чем поработать, есть что проработать, учитесь, трудитесь, развивайтесь духовно, открывайте сердце людей, дарите чувств, идите любовь, и тогда всё будет у вас под контролем, да, но провокация этого периода, как раз вот поддаться всем порокам, вести такой разгульный образ жизни, ни в чём себе не отказывать, да, сюда же, что касается денег, мошенничества какие-то, аферы или вас могут спинуть, да, или вы там как-то, сейчас у телефонных мошенников очень полно, да, разлилось, поэтому на этом фоне потери денег могут быть, поэтому не поддавайтесь на искушения, не уходите от проблем в визорный мир, это средство, меняющее сознание, зависимости разные, да, создающие, вот, тогда здоровья страдать не будет, тогда не будет этого подрыва из этих дурных привычек, из неправильного образа жизни, да, этого самопотакания, ну, и работать в нации, здесь, конечно, нужны ваши моральные устои, убеждения, намерения, и что касается отношений, ну, я уже говорила, да, здесь вот эта страсть, чувственная страсть, обещания, флирт, всё будет проявляться очень активно, поэтому надо следить тоже и не обжечься, смотрите за этими рекламами, рекомендациями, марта вообще потенциальны, поэтому на период затмения ничего, как я уже сказала, планировать не надо, всё подбирать и дни подходящие, наиболее подходящие вам, желаю встречи прекрасной весны, да, много ещё других праздников, попадает на это время, поэтому давайте идти в ногу со временем, в ритме с этой меняющейся нашей, новой, да, интересной порой весенней, и всем всего самого-самого хорошего в это время. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова